Шалом! Так, наш православный шалом. Продолжаем тему «История церкви». И мы подошли к очень важному, я бы сказал, периоду истории христианства. Если мы поймем, что происходило тогда, то нам будет проще действовать сегодня. Потому что именно в этот период времени зарождались и формировались очень многие заблуждения исторического христианства, многие суеверия. И произошло такое смешание христианства с язычеством именно в этот период времени. То же самое икона почитания, икона поклонения. Именно в этот период времени оно начало зарождаться. Так, какой период времени? Мы запишем, давайте, вот такие годы. С 325 года по 843 год. Это время можно назвать как время зарождения и формирования ритуального христианства. Такого виртуального христианства, как государственной религии Римской Византийской империи. Именно в это время зарождалась и формировалась модель нового христианства, христианства государственного, христианства ритуального, традиционного. К сожалению, в этот период времени большей частью не церковь влияла на мир, а мир влиял на церковь. Если первый период истории христианства отчетливо видны как церковь, таки она влияла на мир, изменяла мир. Как говорил один из апологетов христианства Тертулиан, что все религии и философии этого мира, они лишь объясняли этот мир, но мы пришли этот мир изменять. Эти слова потом приписали Владимиру Ульянову, Ленину, но в общем-то эти слова сказал еще во втором столетии христианский философ, апологет, что мы христиане именно не просто объясняем этот мир, а мы этот мир пришли изменять. И, друзья мои, это было благословенное время, когда церковь, да, была гонима под прессом, но, однако же, влияющая на этот мир. Но в период с 325 по 843 годы церковь, как правило, была именно под влиянием мира, под влиянием греха, под влиянием мира сего. Сложилась модель историческая, которая известна как цезарепапизм. Давайте мы запишем это слово. Цезарепапизм. Цезарь – это царь, правитель. Папос – это отец духовной власти. Цезарепапизм. Цезарепапизм. Цезарь – это система взаимоотношений церкви и государства, когда государство управляет церковью. Цезарь – это система взаимоотношений церкви и государства, когда государство управляет церковью. А церковь становится послушным орудием, инструментом в руках сильных мира сего. Церковь становится послушным орудием, инструментом в руках сильных мира сего. Цезарь и папизм это система взаимоотношений церкви и государства, когда государство управляет церковью. И церковь становится послушным орудием, инструментом в руках сильных мира сего. Вот такое есть определение цезарь и папизма. Эта модель именно в этот период истории христианства отчетливо видна. Один из отцов-основателей, цезарь и папизма, император Иовиан, сказал очень емко, кратко саму суть этой политики. Император Иовиан в 4 столетии сказал следующее. То, что мне угодно и есть канон церкви. Это фраза императора Иовиана, как бы кредо, цезарь и папизма. То, что мне угодно и есть канон церкви. В нашей российской истории один священнослужитель, это был архимандрит, будущий патриарх Адриан, Иовиан сказал следующие слова. Это было во времена Петра Великого, до еще времени Петра и во время самого Петра уже Великого. Он сказал, я не знаю никакой ни старой, ни новой веры, но так, как мне повелят верить начальники, так я и буду верить. То есть, очень, как бы, фраза довольно-таки гениальная, безумно гениальная. И эта позиция позволила скромному архимандриту стать потом патриархом всей Руси. То есть, как ему повелят, так он и будет веровать. Очень сильно сказано, да? Откровенно сказано. И, в общем-то, цезарепопизм это система построения нового христианства уже. Христианство на других основаниях. Не христианство, а христового христианства. А христианство такого, как вот, если библейскими взять словами, то вавилонского христианства. Именно вавилонского христианства. В Библии говорится об одной церкви. Говорится, как, вот с самого начала, что мы записали, Матфея 16, 18. Я создам церковь мою, да? Церковь. И везде в Библии говорится об одной церкви. Говорится о невесте Христа, да? Но говорится также и о блуднице. Мы знаем, что в последних главах Библии вдруг церковь сравнивается с двумя моделями, совершенно различными. Блудница и невеста. Это не новое сравнение. В Старом Завете также мы видим, такие же обращения к своему народу Бог делает уже к Израилю. Когда Израиль был верен Богу, Бог называл его своей возлюбленной. Но когда отступал, Бог называл блудницей свой же народ, призывая покаяться, вернуться. И в истории мы видим христианство то же самое, нечто подобное. И в последних главах Библии мы видим сравнение с Вавилоном, с блудницей, а с другой стороны как раз с возлюбленной, с невестой. И обидно, что в этот период времени христианство, историческое в целом, стало такой как бы политической проституткой для империи, византийской империи. Именно в этот период времени христианство стало смешиваться с язычеством. Появилось многобожие, идолопоклонство, колдовство религиозное, антисемитизм и многие другие проблемы стали уже хроническим заболеванием христианства в то время. И это продолжается до сегодняшнего дня. Сегодня нам приходится разгребать эти конюшни. Сегодня нам приходится все пожинать то, что было посеяно тогда. Но в это время благостовенное, я убежден, пред предшествием Христа, в это время великой реформации, а мы живем в уникальнейшее время, на самом деле, время величайшей реформации в истории христианства, которое не было еще в истории церкви. Мы живем, на самом деле, в уникальнейшее время, переломное время. Я убежден, что в это время Господь что-то удивительное совершит через нас, в нас самих, через нас, в нашем поколении, в наше время. И он уже это совершает. Я люблю вот эти слова, они очень легли на сердце, что говорил Билли Грэм, я их проводил тогда на конференции, что за последних 40-50 лет 20-го столетия обратилась к Богу, приняла Христа как Спасителя, приняла крещение в согласии со своей верой. Примерно столько же людей, сколько за всю предыдущую историю христианства вместе взятую, 19,5 столетий предыдущих. Это последних 40-50 лет 20-го столетия. Самое продуктивное за всю историю христианства это исполнение слов Иисуса, пророческих слов о своем возвращении, друзья мои. Потому что Евангелие Царства, оно будет проповедовано. И сегодняшнем поколении это как никогда вообще важно. Мы, может быть, просто недооцениваем важности этого времени, потому что, когда живешь в нем, то не видишь всей ценности этого времени. Но когда исторически просматриваешь и видишь, что, да, наше время, оно уникально. Просто благодарность Богу. Большая благодарность Богу. И я думаю, что многие поколения христиан лишь могли мечтать об этом времени. Могли молиться и мечтать об этом времени. Но нам посчастливилось жить в это время. Слава Иисусу Христу. Но сегодня у дьявола есть козырь историчности. Сегодня у него есть целый набор этих козырных карт, которыми он пытается крыть реформацию, перекрывать Божье дело сегодня. Но мы эти козыри все у него заберем. Потому что дела тьмы разоблачаются исторически, также разоблачаются, абсолютно разоблачаются сегодня. И я расскажу по порядку, как все это начиналось. Мы узнаем механику, как заблуждения проникали в жизнь церкви, как они приходили, как они развивались. То, что сегодня и завтра и вообще в эти дни будет звучать, оно часто для меня напоминает, знаете что, вскрытие мертвого тела. У меня был очень хороший учитель по рисунку, ну и по живописи также в училище художественном. Вот четыре класса подряд у нас ввел рисунок один очень хороший мастер. И он много раз принимал участие при вскрытии мертвых тел. Для того, чтобы самому все это еще не просто на гипсах, не просто на полотнах где-то еще просмотреть, вживую посмотреть устройство человеческого тела, но чтобы это все просмотреть и даже изнутри, как это все развивается, как какая кость составляет, соединяется. И он был на самом деле очень гениальным рисовальщиком. И он говорил такую фразу однажды, когда он первый раз был при вскрытии тела, именно руку человеческую вскрывали в морге, позволили им, художникам, то я на всю жизнь запомнил, теперь могу завязанными глазами нарисовать, как и что там происходит в этой руке человеческой. И будущие врачи, им еще больше, более важно узнать устройство человеческого тела, чем даже художникам. Потому что им приходится не просто рисовать это все, а им нужно лечить живого человека. И зачем идут в морг на вскрытие будущие врачи, будущие медики? Для того, чтобы успешно бороться с болезнью, для того, чтобы понимать устройство человеческого тела, для того, чтобы на самом деле нести сегодня живым людям здоровье. И вот нам также, чтобы сегодняшним людям дать здоровье, принести им, надо вскрыть очень много трупов сегодня. И вот в эти дни очень много посмотреть, как вот эти болезни развиваются и развивались в истории христианства. И мы будем смотреть, как бы вот вскрывать труп многобожия в христианстве, идолопоклонство, антисемитизма. Я буду эти вещи раскрывать перед вами для того, чтобы многие такие гадкие примеры из истории церкви буду рассказывать. С целью, чтобы не просто как бы нервы пощекотать, а с целью, чтобы нам иметь отвращение к этой болезни, жажду жизни, чтобы нам ценить жизнь и чтобы нам сегодня бороться за сегодняшние живые души. Потому что мы имеем дело не просто с историей церкви, что было тогда, но и сегодня дьяволу удается миллионы душ отправлять в ад просто-напросто, пользуясь невежеством, пользуясь именно частной некомпетентностью христиан, к сожалению. Так, по порядочку. Я говорил на прошлом уроке, что легализовалось множество церквей христианских. Не все церкви легализовались, но большинство, я так понимаю, христианских церквей вышло из подполья. Что было после того? То, что не могли сделать застенки римские, то, что не могли сделать гонения самые жестокие, смогли сделать деньги, гордость, блуд, зависть. Вот такие обыденные вещи. В общем-то, друзья мои, мы находимся всегда в зоне таких сражений, на поле сражения. Даже если мирное небо, и птички щебечут, и травка зеленеет, и все хорошо. Но в любой момент могут снова грометь взрывы, свистеть пули, и люди могут погибать даже при внешне очень хороших обстоятельствах. Так вот, это похоже на минное поле сегодняшнего христианства. Оно вроде бы прекрасно, цветочки цветут, птички, все вроде хорошо. Но в земле много смерти, и в самой церкви очень много таких необезвреженных мин. Мин, которых нам сегодня придется обезвреживать. Больше некому, фактически. Мы еще и саперы в этом отношении. Обезврежем и мины эти. И каждое разобоченное лжеучение, это еще одна обезвреженная мина, которая могла унести жизнь многих людей. Слава Иисусу Христу. Поэтому я Богу благодарен за то, что Он разминировал мое сердце, значит, меня самого, как заложника дьявола некогда, вот, значит, но Он меня освободил. И поэтому я так воспринимаю, что и на мне обязанность есть выводить многих заложников теперь на свободу, давать им теперь жизнь, как Он мне однажды эту жизнь подарил. И, друзья мои, что происходило в этот период времени? Проходили Вселенские соборы. Я не буду подробно говорить обо всех соборах, но о некоторых я просто буду обязан рассказать, иначе будет неполная картинная история Церкви. Но соборы вселенские, поместные, собрания эти христианские, они имели как моменты положительные, так и отрицательные. Положительные моменты, особенно на Первом, Втором Вселенских соборах, это было раскрытие христианского учения. В общем-то, библейски мыслили отцы Церкви тогда, в большинстве своем. И, в общем-то, то, что они провозглашали, имело библейское обоснование. Но, к сожалению, большим минусом даже первых соборов этих было закабаление Церкви государственными властями, именно императорской властью. Хорошо, когда Церковь влияет на этот мир, но плохо, когда Церковь становится услужливой, такой служанкой у сильных мира сего. Если служитель не может обличить прихожанин на Церкви, миллионера, в этом уже большая проблема. Иаков говорит, что не должно нам быть такими судьями с худыми мыслями, пересуживающими. И, друзья мои, вот, к сожалению, это происходило и происходит. Вот в прошлом году, в 2007 году, было совершено такое... Ну, об этом в СМИ очень мало было информации, в российских, в основном в западных об этом везде говорилось, в англоязычных в основном СМИ. Самое было сделано крупное в истории русской православной церкви, и в истории России, самое крупное пожертвование для русской церкви было совершено в прошлом году. Президент тогда еще Путин сделал такой подарок для русской церкви, который оценивается официально в 30 миллиардов долларов. Вот, но по именно рыночной стоимости сегодняшней, этот подарок оценивается около 60 миллиардов долларов американских. Это неслыханный подарок, никогда еще в истории русской церкви никто не давал из царей даже, или князей, таких больших пожертвований. Почему президент вдруг расщедрился и вот такие большие суммы выделил для русской православной церкви? Ведь даже императоры царской России не выделяли таких гигантских средств разовых пожертвований. Я думаю, что в этом еще есть, кроме благотворительности, кроме прочего всего, есть еще и смысл подкупа церкви. Потому что сама церковь, служители не смогут указывать на грех, побояться, я так подозреваю, и будут дальше бояться указывать на грех. И в этом большая проблема. В Византии в древности, в то время, было нечто похожее. Я потом буду говорить в пятницу, я буду говорить об истории христианства уже нашего времени, последнего времени, 20-го столетия. Я буду говорить также и о событиях последних этих лет. Но мы сейчас снова окунемся в ту давнюю историю и узнаем такие интересные факты, что происходили тогда. Наверное, по порядку. Я уже упомянул императора Константина, да? Константин, он заложил основу цезарепопизма. Константин, он добился всевозможными политическими интригами, взятками, добился следующего. Большинство служителей, ключевых служителей в христианстве этого времени были от него зависимы. Зависимы материально, напрямую. Были зависимы, политически зависимы. И, в общем-то, это была очень хитрая политика. Какие интересные могу дать вам исторические такие? Я хочу бы что-то такое дать вам. Вот пример. Пример очень интересный, очень характерный пример я вам приведу. В то время при Константине был один служитель, очень важный и такой ключевой, я бы сказал даже, один из ключевых служителей этого времени. Его звали Афанасий. Он был патриархом некоторое время, епископом в Александрии. Это Африка. Он был одним из лидеров африканского христианства. Афанасий Александрийский. И на соборе первом вселенском он был дяконом, представителем как раз именно Александрийских этих общин христианских. Дяконом. Но все видели в нем очень перспективного большого служителя. Потому что именно он однозначно выступил против лжеучения ария, арианства, отрицающего божество, божественность Иисуса Христа. И в нем видели перспективного служителя. И на самом деле вскоре он стал епископом, архиепископом, александрийским и лидером африканского христианства. Но, когда он занял ключевую позицию, Константин понадеялся было на то, чтобы и он будет зависимым и подчиненным ему епископом. Себя Константин называл епископом епископов. То есть пастырем над пастырями. Себя он называл Константин епископом над епископами. И большинство, к сожалению, пошло на поводу. Афанасий отказался. И он пошел в ссылку. По сфабрикованному делу. Затем его вернули из ссылки. И он снова пошел, снова за решетку. По сфабрикованному новому делу. Вернулся из ссылки и снова пошел в ссылку. То есть он провел больше лет за решеткой, чем на свободе. И сегодня однозначно видно, что преследование по отношению к Афанасию со стороны Константина было вопросом политическим. Он был политзаключенным. Потому что видели в нем угрозу для созидающегося такого строя, нового строя, модели цезарепопизма. Афанасий отказывался ставить фаворитов Константина на должности церковные. Он отказывался со слов Константина, по его пожеланию, ставить некоторых служителей на другие должности, более высокие должности. Снимая с этих должностей своих людей. И позиция Афанасии была следующая. Что власть светская, она не вправе вмешиваться во внутренние вопросы церкви. Внутренние устройства церкви. Что церковь это не просто структура, политическая человеческая структура, но это и есть Божий организм. И в нем невозможно светскому человеку, светской власти распоряжаться. Афанасий, первый мученик цезарепопизма, он уже пострадал, уже при христианском, казалось бы, правительстве. И в одном из писем своих Константин, я имею ввиду письмо к Афанасию, непосредственно к Афанасию Александрийскому, Константин написал слова, которые потом Иосиф Виссарионович Сталин часто повторял. У нас в империи незаменимых людей нет. В общем-то, Константин, он до первого собора Вселенского, он действовал больше подкупом и обманом, то после собора он действовал очень, я бы сказал так, полицейскими такими методами. То есть метод кнута и пряника, проще говоря. Кому нужен пряник, кто не купится на пряник, тому кнут, будем так говорить. Вот политика Константинова в церкви. И чего добивался Константин? Он добивался, чтобы церковь стала именно всеобщей, универсальной. Это странно звучит, но церковь как будто бы была задушена им в объятиях. Знаете, вот как бы, или же один проповедник говорил так, что ощущение, что церковь попала в клетку, но из золота и камней драгоценных. То есть в золотую клетку птица попала это. И стала заложницей у этих криминальных структур и политических структур. Большинство церквей, я имею в виду, не вся церковь. Настоящая церковь Христа, конечно же, это настоящие души, возрожденные, пережившие встречу с Христом. Но, помните ли, я сказал, что 10% населения к этому времени были христиане. К 30 какому-то году, то есть в 30-е годы уже к смерти Константина, он умер в 37-м, я думаю. То есть 337-й. Так вот, уже порядка 90% населения империи были христиане. Откуда такой рост? Неслыханный. Знаете, разбавили христианство язычеством. И очень серьезно. Константин убеждал епископов принимать всех в членство церкви. Относиться очень, так вот, я бы сказал, либерально к греху. То есть, фактически не отлучать, не... Вот у вас здесь, я его увидел на входе, да, вчера, сегодня, не знаю, надпись есть такая-то, да? Что у нас церковь отлучается или как там? Постоянно висит, да, напоминание такое, да? Блуд, что еще? Бесчинство и клевета. Вот, хорошо очень сказано. Так вот, на самом деле, правильно. Вот, можно еще там местописание прям такие, раз, ба-бац, 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 чтобы это было еще более убедительно, как бы, для, ну, новичков особенно. И вот, значит, и очень хорошо, напоминание хорошее. Но, если бы, допустим, к примеру, вот, новое поколение здесь, в Благовещенске, стало бы, ну, пофантазируем, да, государственной такой церкви уже все. И пастора Михаила на ковер вызывает, там, мэр, допустим, и говорит, пожалуйста, вот, Миша, только между нами, ну, снимите эту надпись. Ну, мало ли, ну, хочется там где-то поблуживать кому-то, значит, ну, ну, да, ну, все-таки, как бы, он покается где-то там, значит, Бог с ним. Вот, значит, но он такой жертвенный, такой брат, он, как бы, возлюбил много, ему простится много. И вот, значит, а, допустим, бесчинство, ну, мало ли, что там он там чинит вообще. Ну, как бы, ничего страшного. Или клевещет, а, ничего страшного. То есть, отношение ко греху стало немного другим в большинстве церквей. Не то, чтобы терпимым, но сквозь пальцы смотрели служители на грех. И это было повальным таким, как бы, явлением, к сожалению, по всей этой римской империи. Не везде, нет, но в большинстве, к сожалению, это было так. И к чему это приводилось, к чему это привело? К тому, что в христианство церковь наполнилась количественно, но качественно, пострадала очень жестоко, очень жестко. И какие могу примеры привести? Их масса этих примеров, интересных примеров таких. Вот, допустим, если чиновники не становились христианами, не принимали христианство, да, то их просто-напросто увольняли с работы. Если ты был человеком бизнеса, допустим, да, купцом каким, то тебя душили дополнительными налогами еще. То есть, чисто экономически было невыгодно быть вне церкви. И много других еще было указов таких, законов. То есть, быть христианином стало выгодно во всех отношениях, экономически. То есть, ты мог получить образование, ты мог иметь работу и прочее, прочее, прочее. Вне церкви ты не мог чего-то добиться. То есть, церковь становилась государственной все больше и больше. Впоследствии, это было уже не приятие Константина, это было чуть позже, ввели даже, вводили смертную казнь даже за отказ принять христианство. То есть, добились буквально стопроцентной, как бы, христианской империи. То есть, если ты не принимал христианство, тебя просто-напросто казнили. Могли казнить, если ты отказывался публично при свидетелях. Ты отказывался перед судьей, тебя, значит, казнили за это. Представляете себе такую систему? Это было ужасной системой. Это было позором для церкви. Это позор исторического христианства, до сих пор не омытый покаянием, на самом деле, церкви христианской. И это было большим позором. И дальше, дальше больше, как следствие, насилие в вопросах веры, насилие эти привели к следующему, к крещению младенцев. Крещение младенцев, кстати, вот тоже вопрос такой интересный, очень спорный до сих пор в христианстве. Но о крещении младенцев в первое столетие ничего не знали христиане. Просто-напросто такой практики не существовало. Возьмите любых известных или менее известных отцов церкви первых столетий. Все они были крещены, даже выросшие в христианских, строгих христианских семьях, были крещены уже в 20, а порой и в 30 лет. И нет ни одного упоминания, нигде абсолютно, что в первое столетие крестили против воли человека и так называемый педобаптизм был неизвестен. Крещение младенцев, этот термин назывался педобаптизм, то есть крещение младенцев, крещение детей. Педобаптизм был неизвестен ранней церкви, абсолютно. Кстати, интересно, раньше я крестил сотни и даже тысячи детей. За те немногие годы, что я успел послужить в церкви традиционной русской, я крестил тысячи детей. Потому что пока служил в Рязани, допустим, там самые были у меня насыщенные такие служения, насыщенные дни такие были. Я крестил тогда в 91-м и 92-м годах каждый день примерно 150 человек. Да, я служил в самой Рязани, в Борисоглебском соборе города Рязани. Тогда на всю Рязань, это большой город, тогда было два храма всего. На всю Рязань, огромную Рязань. Сейчас там десятки храмов уже. Тогда было два храма. Это вот, собственно, собор, где я служил. Там не один я, конечно, там нас было, реально было четверо-пятеро священников. Значит, была еще другая церковь, скорбящая, так называемая, ну, кладбищенская такая церковь. Всех скорбящих радостей называлась там. Ну, мы так ее просто скорбящая церковь называли и все. И вот, значит, и вот там, значит, служил там батюшка, там такой очень популярный такой, авторитетный. Вот такой, значит, вот он крестил тоже много детей там. Вот, правда, интересно, там шутили, где вы венчались? На кладбище, говорит. Я бы думал, да, это как черный юмор такой. Кладбищенская церковь, где венчаются. Это очень похоже на такую черную мессу какую-то такую. И вот, знаете, друзья, я крестил много тогда детей, потому что, ну, наплыв был большой на самом деле тогда. Храм Борисоглебский, этот собор, ну, он называется собором, назывался, но он не очень большой, этот храм. Ну, я думаю, что меньше, меньше, чем этот зал, гораздо меньше. Наверное, две трети этого зала весь собор, собственно, и занимал. И, ну, он был наполнен людьми, не только воскресенье тогда. Это были первые месяцы после развала Союза сразу. Он был буквально забит в воскресный день. Но и даже в будние дни там было довольно-таки людно. Масса людей приходила, масса людей. И многие приходили, я так сейчас уже это понимаю, приходили именно в таком поиске. Ну, как бы, знаете, были, многие люди тогда наши были похожи на вот детей, потерявшихся в супермаркете, значит. Просто, как бы, за что-то нужно уцепиться, что-то нужно ухватиться за что-то, какую-то точку опоры. Но, к сожалению, вместо хлеба мы им давали камень. А еще хуже, вместо рыбы давали змею. И мы крестить крестили, но никого не просвещали. Не только я, ну, я имею в виду священники, в котором мы служили тогда в соборе. Это был как конвейер, понимаете ли, конвейер. Крестилка, исповедание там, значит, там, литургии, все. Мы совершали то, что вот художники называют халтурой. Просто церковная халтура была. Вот мы этих людей впервые видели, и больше их не видели. Вот они приходили в крестилку, крестились, и все. Взрослые, дети, детей приносили, мы их крестили. Взрослые должны были повторять, там, что-то из молитв, допустим, отречения дьявола. Какого дьявола, что, непонятно вообще. Христу обращаться, к какому Христу, вообще непонятно, кто такой Христос вообще. Вот на крещение примерно 50 человек, а столько в крестилке вмещалось, 40-50 человек, отводилось минут 15, не больше времени. То есть это то время, которое должен был потратить на весь обряд и еще какое-то напутствие им дать. Наш наставник, отец Иоанн был такой, Покореев, игумен, который занимался молодыми священниками, обучая их. Я был тогда вот только что рукоположенный священник, которого нужно еще было чисто практически обучить многим вещам. Так вот, он учил меня и еще одного священника молодого в соборе, как сделать это за 15 минут. Я говорю, ну чисто невозможно, даже механически, даже с короговорками. Но сам обряд, как его не кромсай, он слишком проложителен все-таки. Даже если повторять только лишь одни эти молитвы, и то очень сокращая, и то полчасика нужно хотя бы, чтобы это все совершить. Он говорит, нет, 15 минут, вот так вот достаточно. И он мне говорил, ну не только мне, а еще другому священнику, засекайте время. Мы засекали время на полном серьезе. Вот, он заходил в крестилку, и за 7 минут он успевал и покрестить всех, и еще сесть за чашкой чая, еще в крестилке попить. За 7 минут. Мы говорим, да, это высший пилотаж. Да, это было уже не церковь, а настоящий кидалово такой. Знаете, вот чисто по-русски так вот. Вот, кинули людей, просто-напросто, они заплатили за крещение их, вот быстро, мельком. Они даже не поняли, в чем дело. И уже вышли христианами уже, как бы. Да, и вот это все мы совершали. Я сейчас воспринимаю это как преступление. То, что я делал, по идее, за это надо судить, надо за это. Церковному имею в виду судом. Потому что, по идее, это грубейшее нарушение вообще. Как и православных уставов всех вместе взятых, какие были вообще в истории церкви православной, так и тем более перед Евангелем. Это просто преступление. И я благодарю Бога за то, что Он меня освободил от этих вещей. И сегодня я не занимаюсь такими халтурами больше. И больше того, последних этих 11-12 лет я не крещу детей вообще. Я крещу взрослых людей по вере в Иисуса Христа. По вере в Иисуса Христа. И однажды такая брошюрка была баптистами белорусскими, распространяема. А мои прихожане, многие были из Белоруссии. Я жил тогда в селе Душатин. Это на границе с Могилевской областью Костяковичи. Ближайший был от меня городок. Значит, белорусский уже городок. И баптисты раздавали такие трактаты. Они назывались, что Библия говорит о крещении младенцев. Открываешь чистый лист. Ну, мало ли, может отпечатка, может не знаю. Закрываешь, написано. Да, Библия ничего не говорит о крещении младенцев. А говорит о крещении по вере в Иисуса Христа. Я, конечно, был возмущен до глубины души. Меня аж распирало ответить как бы. И я там напечатал такую листовку. Осторожно, протестанты. И распространял удачно по не только своему району, но и по другим районам Брянской области. И Белоруссии также. А теперь смешно читать свои старые статьи. Мне даже стыдно. Открываешь. Ну, просто нелепится. Но почему я утверждал такие нелепые вещи, что якобы это от первых апостолов, это якобы изначально христианское. Я говорил то, чему меня научили изначально. Я говорил то, чему учила меня моя динаминация, мои семинарские учебники, то, что в меня вкладывалось. Друзья мои, но это была неправдивая информация. Она противоречит не только Писанию, эта информация и противоречила, но и истории, историческим фактам и здравому смыслу. Слава Иисусу Христу! Аминь! 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Я немного говорил о Константине, но проблема в том, что сегодня в традиционной церкви, православной, католической, его называют святым и даже равноапостольным царем Константином. Хотя его жизнь была явно не христианской жизнью. И он оставался в должности верховного жреца, понтифика Зевса Митры. Принял крещение он уже в состоянии бессознательном, перед смертью его крестили, а после смерти объявили христианином. В общем-то, довольно судьба такая у него была интересная. За три или четыре дня перед смертью, когда он был еще в состоянии, ну был в разуме еще, и даже мог с посторонней помощью передвигаться, то его последняя просьба была именно принести жертву Зевсу и Митре за исцеление. Он обращался к этим божествам, просил их об исцелении. Но так он и не получил этого исцеления, так и скончался в болезнях. И почему же называют его святым и равноапостольным? Лишь потому, что он легализовал христианство, позволил церкви как бы распространиться. Но на самом деле это довольно-таки в истории церкви зловещая фигура, потому что именно ему выпала роль в истории быть отцом-основателем цезарепопизма. И пару слов о его маме. Его мама императрица Елена, царица Елена, женщина очень хитрая, она была умнее, чем Константин. Она действовала за кулисами, и в общем-то все те убийства, которые совершал Константин, а он убил, Вал, очень многих своих родственников, и свою жену Фаусту, и сына Криспа, и многих других своих близких и дальних родственников. Все это было небезведомо мамы, которая стояла за спиной своего сына всегда. И именно Елена, царица, она заложила основу вот такого ритуального христианства. Она организовала первую в своем роде такую экспедицию археологическую в Израиль. И по преданию именно она нашла якобы крест, на котором распяли Иисуса. Какие-то святые места, связанные с жизнью и деятельностью Иисуса, апостола в первой церкви и прочее. До того времени у христиан не было понимания святых мест, потому что на всяком месте, где они собирались, христиане говорили, это есть святое место. Но Елена, она попыталась привнести нечто от языческих религий, которые все религии, любая религия имеет какие-то священные места, определенные святые места для поклонений. Этого не было в христианстве, и это посчитали политики и Константин, и Елена большим минусом. Посчитали это большим упущением в христианстве. И якобы нашли крест, на котором распяли Иисуса, нашли многие места, связанные с жизнью и деятельностью Иисуса, апостолов. Но, как потом выяснилось историками, все эти находки это были просто-напросто попытками выдать желаемое за действительное. Нашли много всего. Собственно, Елена считается потому в истории церкви основоположницей ритуального христианства. Даже не ее сын Константин, а именно Елена. Основоположницей ритуализма в христианстве. Основоположницей культа реликвий. Культа реликвий. Фетишизм. Есть такое слово. Фетишизм. То есть вера в вещественное. Вера в талисманы, обереги. Вера вот в эти видимые знаки определенные. И фетишизм в христианстве именно как раз с Елены и начинался. Возникло множество легенд всевозможных. Множество преданий. Даже нашли якобы обрезание Иисуса Христа. То, что там обрезали, якобы мама его, Мария, она это все спрятала, передала там потомкам, там прочее. И один еврей это все дал как бы уже христианам. И до сих пор это все выставляется, обрезание Иисуса выставляется в Риме, Ватикане для поклонений. Представляете? Вот правильно сам Иисус говорил. Не знаете, чему кланяетесь. Не знаете, чему кланяетесь. Если бы эти католики не задумались хотя бы, на секундочку, эти тысячи паломников, что поклоняются, преклоняются, чему они кланяются? Да, значит, но скандальные дела были и помимо обрезания Иисуса. Дело в том, что спорили, допустим, в средние века в Европе спорили за многие эти мощи, останки святых. И вот я упоминал уже Афанасия Александрийского, да? Но из-за его останков были большие скандалы в Европе, кстати. Потому что крестоносцы однажды уже в средние века, видимо, был такой удачный базарный день, продали три головы одного и того же святого. Вначале никто не обратил внимания на это все. А потом прошли годы, и скандал разразился. Потому что все эти монастыри, три монастыря, имели сертификаты, все, значит, свидетельства исторические, что именно это голова святого Афанасия Александрийского. По этому поводу даже собор католический, уже западный, средневековый, решал. Ну чья же голова истинная? Но они приняли самое тупое в истории христианства решение. Признать все три головы истинными. А современный католический автор пишет, по всей видимости, они считали, что это голова святого Афанасия в молодости, в зрелости и в старости. Это как в той черной комедии «Люди в черном», да? Когда голова отстреливается, у него новое вырастает. Да, ну, конечно, значит, это такой черный юмор в истории церкви. Но в жизни бывает то, что даже, ну, в кино не увидишь такого. Просто-напросто в кино не увидишь. А вы скажете, неужели в Европе в средневековом не нашлось хотя бы одного умного человека, который сказал бы, ну, не может быть вообще-то? Так не бывает. Были, наверняка были такие люди, но в то время, если человек такие вопросы задавал, то батюшки сообщали, куда надо, и компетентные товарищи из доминиканского ордена инквизиции в подвалах монастыря доказывали ему, что он не прав. И если ему удавалось выжить, и его не зажигали на костре после того, вот, то он понимал на всю оставшуюся жизнь, что лучше вопросов таких не задавать. И вот, а почему основная масса людей готова была верить во всякие небылицы в Европе? Потому что в христианской Европе Библия не распространялась. Церковь многие столетия на западе и на востоке жила, и довольно-таки неплохо себе жила, без Библии. Но однажды этот балл сатаны был очень сильно испорчен. Когда в 16-м столетии Мартин Лютер, этот сельский батюшка, провозносил соло-скриптура, только Писание. Это, конечно, изменило весь облик всей Европы. Но я расскажу уже, думаю, послезавтра о реформации немного. Так вот, сейчас мы вернемся снова в те столетия. Нет, я еще один пример приведу из современной уже истории. Даже в наши дни вот такие вещи ужасные могут быть. Вот я пример для себя просто, не знаю, принял, как вот гротесный пример такой, вот это невежество. В Украине есть город Винница, где сегодня, в наши дни, с вами в наши дни, происходит поклонение пеньку и дереву. В православной церкви. Не то, что там в средние века, даже в наши дни, 21-е столетие. Это все возможно. Там, где невежество, там все это может процветать. Друзья мои, и я был там в Виннице неоднократно. У меня там есть друзья, один из моих друзей, он сам чернокожий, пастор, его Фредди зовут, и церковь Христа Воскресшего. И в этой церкви, такая харизматическая, 50-х харизматическая церковь такая, и в этой церкви я бывал неоднократно, и первый приезд, мне сказали, батюшка, поговорите с нашими православными. Они, говорит, с ума сошли. Они поклоняются пеньку. Ну, я вначале не поверил. Я тоже чудил, но не до такой же степени, знаете, чтобы пеньку поклоняться. Всякое было, но не так. И меня прям пастор привез туда, к этому храму, где все это происходит в наши дни. Оказывается, история такова. Возле храма росло дерево. Его однажды спилили, это дерево. И этот человек, бригадир там, этих рабочих, он увидел там знамение, как бы. Видимо, был в особом помазании, не знаю, но. Знамение креста на пеньке прям. Вышел настоятель. Он, видимо, тоже был в том же помазании, не знаю, или в мазании. И вот он увидел то же самое знамение креста. Ну, вы знаете, я сам родился в Чебоксарах. Это Поволжье, среднее Поволжье. И в Заволжье, когда пилили леса, там пилили такие корабельные леса, старинные. И большие пеньки. Это было незабываемое зрелище, детское воспоминание такое. И на самом деле бывали пеньки очень необычной формы. И бывали кольца очень необычных форм, красивые такие. Вы знаете, не ровно, а вот такие, кляксами такими. И вот...